групп. Просто несколько таких. Может, девочки и сейчас и на вебинаре, но поделюсь от их имени их результатами, их радостями, то, что они сами делились в своих классах. Вот Ирина делится, что у меня получилось точно так, как Даша говорила. Всем очень понравился тыквенный кекс. Тот, где тыка сначала запекается, потом пирируется. Через некоторое время 15-летний сын сказал, что тыкву он не любит. И был очень удивлен, что, оказывается, он ее ест и любит. Абсолютно, да, абсолютно такая ожидаемая реакция. Ну, для меня ожидаемая, для вас и для сына наверняка это было очень удивительно, да. Для того, чтобы, да, действительно, задача вот этого метода, прячем полезное во вкусном, не обмануть ребенка, да, а просто приучить его к новым продуктам, а потом поставить перед фактом, что, оказывается, он этот продукт любит. А если он любит этот продукт в этом блюде, то, скорее всего, он может дать шанс этому продукту и в других блюдах, да. Радость, радость тоже у Елены. Сын попробовал три с половиной года, попробовал впервые фрукты. Это, кстати, огромная радость. Я действительно, ну, с большой радостью это читала. Когда впервые три с половиной года пробуют фрукты, это супер, да. Даже когда это в виде замороженного кубиков льда и свежего сока смородины, клубника, это все равно хорошо. Вот под этим видом то, что мы с вами как раз говорили, под видом прячем полезного, вкусного. И вы пошли дальше. То, как вы преподали вот этот фрукты, в каком виде, это как раз сегодняшняя наша тема, из арсенала хитрой мамы, да. Поэтому сработало, как мороженое, замечательно. Еще, прямо тут с картинками результаты. Гречневые макароны. У Натальи съел, но только половину. Один сладкий перец, раз сладкий перец откусил, это для нас прогресс. Это прогресс, потому что если он откусил перец, не выплюнул, а прожевал кусочек и съел, в следующий раз закрепляйте успех. То есть перец должен появиться у вас в меню в ближайшую неделю. Тоже не настаивайте, не заставляйте, просто он должен к нему привыкнуть. Привыкнуть, кусочек попробуйте, в следующий раз еще кусочек, еще, и вот так он приучится постепенно к перцу. Тоже сегодня покажу в презентации один из видов, как это можно сделать. Печенье с творогом у Натальи тоже на ура пошло замечательно. Само печенье, творог спрятанный в печенье. Тоже такой вариант в группе фея сельдереев. Крупные макароны, полуготовые в виде трубочек, засунули фарш и запекли в соусе. Такой совет. И пошли ли ленивые голубцы. Потом покажу, что получилось. Так, еще у Натальи. Результат по хитрым блюдам. Младший сын почти 8 лет не очень любит мясо и пробует что-то новое из продуктов. Я сегодня писала выше, что приготовила булгуш с замороженными овощами и брокколи с говяжьим фаршем, и творожную запеканку с коробой, финиками, изюмами, орешками, кишек. Вообще, слушайте, читаю, прямо вкусно так звучит. И все с удовольствием съели. Замечательно, так? Так что часто полезное прячу в таких запеканках, в заливных пирогах. Они могут быть и мясными, и овощными, и сладкими. Так выкручусь. Ну, Наталья, вам точно повезло, что ваши дети приучены к запеканкам, потому что в запеканке можно спрятать очень много всего, замаскировать, и они наобра пройдут. Поэтому, если уже едят запеканки, то вы на правильном пути и все туда правильно добавляете. Так, у Ирины домашнее задание по хитрым блюдам или хитрым родителям. И то, и то. Вчера я готовила запеченную брюссельскую капусту под соусом. Ну, так себе блюдо, да, не совсем для великих не хочу. Это как раз продвинутое блюдо для полезного питания. Младший готовил вместе со мной, поэтому съел, хотя и без энтузиазма. Это супер, это очень хорошо. Старший сначала отказывался, но папа сказал, что, кажется, чего-то не хватает в запеканке, типа мы никак не поймем. Тогда сын попробовал, сказал, что всего хватает и все съел. Вот это да, это такое домашнее задание по хитрым родителям. Все абсолютно правильно сделали. Так, тоже у нас лежала с младшей, своим глазами не видела. Сначала дочка пришла, сказала, что невкусно. Потом бабушка, хитрая бабушка у нас, правильная, правильная хитрая бабушка. Йогурт с клубничным вареньем смешалась, таким соусом она съела. Ну, а вам запеканка понравилась, это тоже хорошо. Так, еще один чудесный результат у нас. Сын 6 лет любит молочку, не ест овощи. Татьяна посоветовала в творожную запеканку добавить размолотую в крошку в блендере цветную капусту. Неочевидный совет, да? Ну, хорошо. Добавила в соотношении творог капуста 2 в 1. Сын съел с удовольствием, хотя и запах капусты чувствовала. Он тоже чувствовал. Но чудесное такое превращение случилось, да? И очень рада, что теперь закрепляете успех. Готовьте такую запеканку достаточно часто. Можно будет постепенно увеличивать долю цветной капусты, вводить другие запеканки с цветной капустой. И постепенно ребенок сам узнает, что он любит цветную капусту. Так, еще результаты. А, да, советует Ирина рецепт с моего сайта «Рыба с соусом из брокколи». Очень рекомендую. Кстати, замечательный рецепт, действительно. Можно в ресторане подавать смело. Мой маленький как раз рыбу начал есть, и все остальные брокколи уплетали, даже не знали, что это она. Я могу вам даже рецепт. Нужно показать рецепт или сможете сами найти на сайте? Если нужно, напишите, что нужно в чате. Я его сейчас вам покажу тогда. Вот. Ну и Наталья тоже пишет из класса «Ягодки». Борь для меня тема питания. Я до этой школы вообще почти не подходила к плите. Сейчас хоть немного стало полегче, но я с ужасом представляю, как бы питались мои будущие дети, не пойти сюда учиться. Ну, замечательно, что вы таком. На этапе профилактики и с будущими детьми не будет проблем. Я думаю, что вот как раз на этом этапе вы уже насмотрелись разных ситуаций с разными детками. И хорошо, что у вас есть возможность сейчас все правильно выстроить, чтобы когда детки появились, никаких проблем, а только радости в питании были. Так, я сейчас возвращаю сейчас чат к вашим ответам. Так, так, так. Благодаря... Екатерина пишет. Благодаря соблюдению режима сын стал за раз съедать больше. Хорошо, хорошо. Ну, режим хороший аппетит, да, выгуленный ребенок. Хорошо, который кушает. Радость для мамы и для бабушки. Алена, сын 6,5 лет. Вчера съел суп. Прям 4 восклицательных знаков. В котором была картошка, которую я не очень смогла спрятать. И с мясным пюре с утра еще поковырялся. После деревни съел 3 тарелки. Замечательно, супер. Супер, супер. Очень хорошо, рада вашей маленькой победе. 3 тарелки это... Нет.